Либо-либо Вначале в малый таз пациента вводятся специальные порты, тракары. Через них проводятся 3D-видеокамера и лапароскопические инструменты. Затем пациентская консоль робота подкатывается к операционному столу, руки робота точно позиционируются и соединяются с инструментами. Это ответственный процесс, требующий опыта. Это профессор Пьер Мано, хирург и руководитель отделения урологии Ильинской больницы. Он рассказывает, как делает робот-ассистированную радикальную простатоктомию с лимфодиссекцией, то есть удаляет пациенту пораженную раком предстательную железу вместе с лимфоузлами. Благодаря объемному изображению, большому увеличению камеры и точнейшим движением инструментов робота, мы можем удалить предстательную железу с сохранением иннервации мочеполовой системы. Пациент будет самостоятельно удерживать мочу. Кроме того, мы сохраним пациенту эректильную функцию. Мано не стоит над операционным столом со скальпелем. Вместо этого он сидит за консолью управления и смотрит в экран, куда транслируется изображение с 3D-камеры, снимающей все, что происходит внутри пациента. В руках врач держит специальные манипуляторы, подключенные к роботу под названием «Довинчи». Каждое движение пальцев Мано передается «Довинчи», и тот уже делает пациенту нужные разрезы и накладывает швы. Вы видите, насколько точно действует инструмент робота? Они имеют большей степени и свободы, чем человеческая рука, никогда не дрожат и имеют защиту от случайных резких движений рук хирурга. И все-таки операцию выполняет Пьер Мано, а не робот. Без команд хирурга «Довинчи» не сдвинется с места ни на миллиметр. Но даже такой робот – настоящее чудо техники. Впрочем, те, благодаря кому он появился, не стремились подарить хирургам просто еще один инструмент. Они хотели решить гораздо более глобальные, прямо скажем, научно-фантастические задачи. Привет! Это Федор Катасонов. Я педиатр, а вы слушаете подкаст «Почему мы еще живы». В этом выпуске будут секретные военные разработки, промышленные резаки «Зевс» и «Изоб», точные маленькие разрезы и космическая романтика. Это история о том, как мы без конца придумываем медицинских роботов, «Они все никак не захватывают медицину». Написала ее Евгения Щербина, а отредактировал Семен Шишенин. Партнер этого эпизода – Флау Вау. Международный маркетплейс локальных брендов. На Флау Вау можно заказать цветы, подарки, десерты, живые растения, косметику и отправить это все быстрой доставкой в тысячи городов и 30 странах мира. Например, 28 октября в России отмечают День бабушек и дедушек. И если вам очень хочется поздравить своих, но вы в другом городе или другой стране, Флау Вау поможет выбрать вкусный десерт, букет цветов или набор для любимого хобби и доставит это все в подходящий момент. С нашим промокодом «Почему» за главными буквами – латиницей. Первый заказ на Флау Вау будет на 15% дешевле. Промокод, ссылка и все подробности в описании выпуска. В 1969 году, тогда же, когда вышел альбом «Спейс-Оддит» Дэвида Боуи, Нил Армстронг, Бас Олдрин и Майкл Коллинз в составе миссии «Аполлон-11» высадились на Луну, сделав тот самый маленький шаг для человека и большой для человечества. Вслед за ними на Луну слетало еще шесть экипажей. Успех программы «Аполлон» показал НАСА, что пилотируемые полеты к космическим телам возможны, и надо работать над этим дальше. Тут же перед учеными возникла целая пачка новых задач. Например, что делать с человеком, если в космосе он получит травму, и его нужно будет срочно прооперировать? Врача на орбиту так просто не закинешь. Его пришлось бы как минимум долго готовить к полету, в условиях, когда ситуация может вообще не терпеть отлагательства. Так что НАСА нужно было придумать систему, которая позволит врачу остаться на Земле и решать проблемы удаленно. Инженеры НАСА и сотрудники Стэнфордского исследовательского института создали несколько устройств, включая 3D-шлем виртуальной реальности и систему удаленного управления роботом. Все это легло в основу технологии телемедицины, и в частности, телехирургии. Концепция телехирургии подразумевает, что пациент может оперировать не хирург, а робот под управлением хирурга. Сам специалист находится за многие километры или даже тысячи километров от пациента. Хирург делает движение, оно преобразуется компьютерными алгоритмами в сигнал. Этот сигнал по спутниковой связи передается роботу. Тот преобразует сигнал в движение своих манипуляторов, и так, повторяя движение хирурга, делает операцию. При этом врачу нужно не только видеть, но и ощущать степень нажатия на скальпель, например. Поэтому сигнал идет и в обратном направлении, от робота к хирургу. Получается непрерывная петля обратной связи. Вас, возможно, слегка утомило это описание, но зато теперь вы понимаете, сколько сигналов в режиме реального времени должно курсировать между врачом на земле и жестянкой, которая летит сквозь вакуум со скоростью 8 километров в секунду. Это примерно в 10 раз быстрее пули, если что. Задачу трансляции сигнала от человека к машине и обратно на большие расстояния НАСА пыталось решить все 80-е годы. Это время проведения так называемых космических мостов, сеансов спутниковой связи между странами, чтобы протестировать возможности передачи сигнала. Кстати, один сеанс такой связи был установлен в 1989 году, после трагедии в Уфе, когда два поезда сошли с рельсов. Американские врачи удаленно консультировали советских по поводу помощи пострадавшим. Впрочем, для консультации спутниковая связь годилась, но для управления роботом в космосе, да еще и в реальном времени, нет. Слишком долгая задержка сигнала для робота, который должен передавать движение хирурга, мгновенно. В общем, реальное воплощение мечты об удаленной хирургии на практике выглядит совершенно не так, как представляли себе инженеры НАСА. Та бригада, которая стоит у пациента, помимо того, что робот подсоединен к концу, который держит инструменты и находится в человеческом организме, та бригада, которая находится рядом, она должна иметь все компетенции, чтобы сделать все, что угодно, если вдруг какой-то технический аспект возникает, и нужно это завершить. Объясняет Давид Камалов, врач-уролог университетской клиники МГУ. Потому что есть как бы некое, помимо врачебной этики, есть еще желание хирурга быть всегда рядом на чеку, потому что это человеческая жизнь, ответственность тебя перед пациентом, и ты должен понимать, что если что, вдруг ты всегда рядом. Эти моменты, они должны быть учтены. Ну и зачем вообще нужен робот, если рядом с ним и так дежурит бригада квалифицированных врачей? Космическая телемедицина оказалась слишком несовершенной, так что тестирование операций по космической связи прекратили. А идея роботов-хирургов буквально спустилась с небес на Землю. И там за нее взялись специалисты из DARPA. DARPA – это уже военные. Точнее, Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США. Официальная задача DARPA – придумывать и желательно воплощать всякие сверхтехнологичные штуки, чтобы благодаря им Америка не теряла статус самой передовой державы. Кстати, именно в недрах DARPA родился когда-то интернет. У военных была примерно та же проблема, что у НАСА, только не с космонавтами, а с ранеными солдатами. Что если такой солдат находится далеко от госпиталя, и его не успеют туда привезти для операции? Что если тогда прислать к нему робота-хирурга, которым врач будет управлять удаленно? На разработку такой системы DARPA выделила грант все тому же Стэнфордскому исследовательскому институту. Вскоре институтские инженеры создали еще один прототип телехирургической системы. И в 1993 году состоялась его первая публичная демонстрация. Произошло это во время полевых учений в Форт-Гордоне, в штате Джорджия. В качестве пациента выступал манекен с помещенным в полость тела разорванным свиным кишечником. Это была модель реально получаемых солдатами травм. Манекен находился в мобильной операционной в 30 метрах от палатки, в которой за консолью управления сидел хирург. Через год, в 1994-м, еще один свиной кишечник зашили роботом на съезде Ассоциации армии США. Управлять машиной пригласили самого министра обороны Уильяма Перри. Тот, не имея предварительного хирургического опыта, смог наложить шов и узел на ткани, что иллюстрировало интуитивно понятный характер системы. Дальше, правда, по неясным политическим соображениям технологию дорабатывать не стали. В общем, идеи о робохирургах 30 лет перетекали из теории в реальность и обратно. Но довели ее до ума все-таки не военные, а гражданские инженеры. Чтобы создать действительно работающую модель робота, они обратились к тяжелой промышленности. Ведь там была готова сама конструкция такого робота. А именно, механическая рука. Тут уже не пришлось много выдумывать. Ведь сами роборуки, которыми можно управлять удаленно, уже существовали к началу 90-х. И это обычные промышленные манипуляторы. Они сейчас есть на любом крупном заводе с конвейером, где что-то режут, перемещают, собирают и монтируют. Такие манипуляторы – это, по сути, аналог человеческой руки. Коленчатая конструкция с нужным инструментом на конце, умеющая поворачиваться в разных направлениях. То, что называют степенями свободы. Только мы двигаем руками по своей воле, а движения робота запрограммированы. Вот звук, с которым роборуки собирают автомобили Ford на заводе в Канзасе. И внедрение роботов-хирургов в гражданскую практику началось именно с таких манипуляторов. Первой была Puma, то есть роборука Puma 200, которая с 1960-х годов была на вооружении General Motors и тоже собирала автомобили на конвейере. И вот при помощи такой роборуки решили сделать операцию на мозге. Погодите. Где сборка авто, а где мозг живого человека. Так вот, гораздо ближе, чем вам, возможно, хотелось бы. Довольный мужчина в пиджаке сидит рядом со светящимся томографом. Напротив него манипулятор Puma 200 с длинной конюлей, направленный прямо в голову, лежащей рядом женщине. Это известное фото доктора Иксан Квона и фотомодели Джеки Киранов. Они рекламируют первую успешно проведенную с помощью робота нейрооперацию. Произошло это в 1985 году. Правда, операцию делали не Джеки, она лишь позирует. Настоящую операцию сделали 52-летнего мужчине, который поступил в больницу с поражением мозга. Ему, правда, не опухоль вырезали, а только сделали предварительную биопсию, то есть взяли образец тканей для анализа. Чтобы вылечить больной орган, хирургу нужно сначала разрезать пациента в нужном месте. Это травматично, болезненно, долго заживает, в общем, влечет много проблем. Но еще в начале 20 века врачи придумали делать в теле не разрезы, а маленькие дырочки и вводить туда специальные полые трубки – траокары. Как раз их упоминает Пьер Моно из начала нашего выпуска. Через траокары в полость сначала нагнетается воздух, чтобы создать пространство для маневра. Потом через них же вводят специальные стилеты с инструментом на конце. Например, ножницами, если нужно что-то разрезать, или иголкой с ниткой, если нужно зашить. Так операция становится более искусной и тонкой. Травмирование минимальное, кровопотеря – тоже. Для пациента сплошные плюсы. Хотя от хирурга требуется большая сноровка. Из разных ограничений лапароскопия весь 20 век считалась не более чем чудачеством отдельных хирургов. И только к началу 90-х была наконец признана легитимной хирургической техникой. Собственно, от этой технологии оставался всего один шаг до робота. И он был сделан. В начале 90-х агентство DARPA, вдохновленное в том числе опытом Сан-Квона с Пумой-200, в очередной раз раздало гранты на разработку медицинских роботов. Один из денежных дождей пролился на Юлане Ванга, специалиста по электронике и программированию из Калифорнийского университета. В 92-м году он изобрел Automated Endoscopic System for Optimal Positioning – автоматизированную эндоскопическую систему для оптимального позиционирования, сокращенно ЭЗОП. Вскоре Ванг основал компанию Computer Motion и уже там создал усовершенствованную модель ЭЗОПа – ЗЮС, то есть ЗЕВС. Кстати, еще компания делала роботов Гермес и Сократ. Основатель явно был неравнодушен Гревней Греции. Именно ЗЕВС оказался первой и классической коммерческой моделью робота-хирурга. Он состоял из двух физически разделенных подсистем, называемых «сторона хирурга» – собственно, компьютер, за которым хирург сидел и откуда управлял – и «сторона пациента» – две роботизированные руки, которые преобразовывали вводимые данные в реальные манипуляции с инструментами. Еще одна рука управляла эндоскопической камерой. Как мы видим, это, по сути, просто продвинутый лапароскоп. Представьте, что вы взяли в руки какой-то инструмент и кистью управляете. То есть вращение кисти передается точно так же на инструмент, на его конечный элемент. И это облегчает гораздо выделение тканей, управление инструментом, в плане, когда нужно что-то очень прецизиозное и на микроскопическом уровне прошивать, ушивать. И в этом и облегчение, в этой технологии, когда вы хорошо, очень хорошо видите и легко управляете инструментом. Несколько команд врачей по всему миру успели опробовать Зевса в аортокоронарном шунтировании и вскрытии сердечной оболочки – перикарда. Еще с помощью Зевса провели 25 холецистоктомий, то есть удалений желчного пузыря. При этом инженеров-компьютерщиков не оставляло идея о действительно удаленном управлении роботом, а не когда хирург сидит от него в двух шагах. В Computer Motion с этим экспериментировали почти десятилетия. И, наконец, 7 сентября 2001 года хирурги провели первую трансконтинентальную роботизированную лапароскопическую холецистоктомию. Хирурги находились в Страсбурге. Кабель для связи от них тянулся через всю Европу и Атлантику в Нью-Йорк, где находился Зевс и человек, которого он оперировал. Операция прошла успешно, но пока оставалась единственной в своем роде. Юлань Ванг вывел Зевса на рынок и готовился продавать госпиталям по всему миру. Но тут внезапно появился мощный конкурент – компания Intuitive Surgical. Откуда она взялась? В 1998 году инженер из Массачусетского технологического института Ахилл Матхани вместе с несколькими коллегами выпустил статью об их экспериментальном медицинском роботе Black Falcon. «Черный сокол», как переводится название, позволял хирургу манипулировать тканями тела, а также накладывать и завязывать швы на расстоянии. В итоге Матхани получил патент на свое изобретение и благополучно о нем забыл, потому что перешел работать в корпорацию Disney – мастерить аниматроников для тематических парков развлечений. Аниматроники – это такие роботизированные куклы, которые расставляются в парках Диснейленд. Одним из первых был президент Линкольн в самом первом Диснейленде в Америке. Робо-рука Матхани несколько лет пылилась на полке в Массачусетском технологическом, пока патент на нее не выкупил венчурный инвестор Фредерик Молл. В начале 90-х он задумал основать технологическую компанию и стал скупать все патенты на медико-роботические изделия, которые ему только попотались на глаза. Был там не только Черный Сокол, но и другие похожие разработки, включая те, что лежали в Стэнфордском исследовательском институте – той организации, где когда-то придумали саму концепцию телехирургии. В общем, скупив достаточно интеллектуальной собственности, Молл в 95-м году основал компанию Intuitive Surgical. Все-все самое лучшее и сложное, что придумали светлые умы из самых продвинутых научных организаций мира, технологии дистанционного управления, конструкция промышленных манипуляторов, инженерные математические решения, системы обратной связи – все легло в основу робота, разработанного Intuitive Surgical. Его назвали «Довинчи» в честь изобретателя, который опередил свое время на несколько веков. Первая версия «Довинчи» появилась на европейском рынке в 99-м году, а в 2000-м, на год раньше, чем «Зевс», она получила одобрение FDA. В России функции этого органа поручены Роспотребнадзору. От «Зевса» новый робот принципиально не отличался, разве что у него было три, а в последующих моделях – четыре роборуки, а не две, как у «Зевса». Сначала «Довинчи» рекламировали как устройство для тонкой кардиохирургии, но роботом заинтересовались урологи и гинекологи, вынужденные работать в тесной и заполненной органами тазовой полости. Так «Довинчи» и стал роботом для вырезания опухоли предстательной железы и тому подобных операций. Основатели «Интуитив Сurgical» шутят, что при разработке «Довинчи» целились в сердце, а попали в простату. Если мы будем говорить про те специальности, которые используют роботические системы, как правило, и очень часто мы говорим об урологии, об онкологических заболеваниях в урологии. Часто используют хирурги абдоминальные, гинекологи, таракальные хирурги, кардиохирурги даже используют. То есть, по большому счету, удел роботических хирургий – это хирургия малых пространств. Это там, где тяжело нам добраться глазом, и нам нужно провести туда камеру. Это та область, где нужно совершать какие-то движения, но пространство, опять-таки, настолько узкое, что крайне тяжело донести туда инструмент с рукой. «Довинчи» от «Интуитив Сurgical» оказался прямым и единственным на тот момент конкурентом «Зевсу» от «Компьютер Моушен». Но война машин не началась. Вместо них не на жизнь, а на смерть сцепились корпоративные юристы. Ведь патенты на обоих роботов проистекали из одного источника – из архивов НАСА и ДАРПа и аффилированных с ними организаций. В итоге компания Юлани Ванга обанкротилась и слилась со своим врагом. «Довинчи» победил «Зевса». Последнего вывели с рынка, и «Довинчи» стал самой популярной и коммерчески успешной медицинской робосистемой. Сейчас он поставляется во многие страны, и в России таких систем установлено около 30. Вся вот эта технология, она построена таким образом, чтобы то, что делается на супер-супер уровне миллиметра микрона, сделала машина. Потому что человеческая рука не может так себя контролировать. Человек не может контролировать на микроуровне свою руку, а машина может. Роботическая система, она построена таким образом, что мы делаем все то же самое. Просто нам это сделать гораздо легче. Для хирурга задача упрощается. У вас есть инструмент, которым можно управлять легко и хорошо визуализировать. То есть, по большому счету, когда-то были там штучные хирурги, знаете, там уровни, там, Богу, который, говорят, вот у него в руках, то ароматическая система уравнивает всех, потому что она дает вам возможность видеть хорошо, легко управлять. И абсолютно гораздо проще делать то, что кто-то мог сделать, допустим, вот штучно какую-то операцию. При этом «Довинчи» ничего не делает за хирурга. Суть его отношения с человеком наглядно объясняет само название принципа взаимодействия. По-русски это «ведущий ведомый», но по-английски звучит еще эффектнее – «master slave», то есть «хозяин и раб». Без хирурга, который прекрасно знает свою работу, робот бесполезен. По факту надо знать саму операцию, надо знать анатомию, надо знать хирургические аспекты, которые были изначально, как бы еще придуманы давно-давно до нас. При этом «Довинчи» – дорогая машина. Сейчас новая модель стоит на рынке около 430 тысяч долларов, то есть больше 43 миллионов рублей. Его инструменты быстро изнашиваются, их надо постоянно менять, а они тоже дороги. Так что вряд ли этот робот в ближайшее время появится в каждой районной больнице. И в этом, наверное, кроется большая часть ответа на вопрос, почему вся эта индустрия развивается так медленно. Она требует громадных инвестиций. Кроме того, не всякий врач научится работать с роборукой, а нужны они далеко не во всех случаях. Как правило, какой-нибудь глубокий порез проще самому заштопать, чем выкатывать промышленный манипулятор стоимостью во все больничное крыло. Так что же, сложная и дорогая махина, чуть умнее скальпеля, и это все, что лучшее мы человечество придумали за полвека? На самом деле нет, потому что параллельно с манипуляторами для лапароскопии ученые создавали и другие системы. Изобретая роботов, человек мечтает, как они делают всю работу, пока он отдыхает. В случае с хирургией, до этого еще очень далеко. Однако совсем недавно инженеры продвинулись еще на шаг ближе к роботу, который может что-то сделать сам. Да Винчи — робот в классическом смысле. Он сам не делает никаких движений и полностью контролируем. Наша же система может делать некоторые движения самостоятельно, так что она более автономна, чем Да Винчи. Этот член команды хирургов и ученых из Института инноваций в педиатрической хирургии в Вашингтоне рассказывает об их новой разработке. STAR — то есть Smart Tissue Autonomous Robot — умный автономный робот для мягких тканей. Это тоже улучшенный промышленный манипулятор, а значит двоюродный брат Да Винчи и Зевса. Только свобода действий у него — самую малость больше. Современные роботы на рынке, такие как Да Винчи, полностью телеуправляемы, что означает, что каждое движение робота полностью контролируется хирургом. Там нет автономности интеллекта, а система STAR контролируемо-автономная. Хирург помогает планировать операцию, но значительную часть операции робот выполняет автономно. Если вы посмотрите на имеющиеся у врачей хирургические инструменты, то легко поймете, что их базовые устройства и эргономика особенно не меняются. Что во времена Древнего Рима и Средневековья, что в эру открытых хирургий и малоинвазивных операций, или даже сейчас, когда стали использовать Да Винчи, принцип везде похож. Это все в основе своей просто мощной инструменты без собственного интеллекта. Чем отличается STAR? У него есть что-то вроде сознания. Мы сделали пару вещей. Во-первых, улучшили зрение робота. Во-вторых, добавили тактильный интерфейс. Так что робот в некотором смысле чувствует, что он делает. В мае 2016 года STAR самостоятельно сшил две части свиного кишечника, сделав операцию качественнее, чем его коллеги-люди. И это была первая полностью автономная робооперация на живом существе. Всего таких операций провели четыре. Все пациенты выжили. Правда, STAR представитель и нового, чем телехирургия, подхода к робототехнике. Это изображение-регулируемый подход. В его основе Computer Assisted Design, Computer Aided Manufacturing. То есть система компьютерного дизайна и моделирования, а сокращенно CAD CAM. Если очень просто, это когда компьютер сначала делает виртуальную модель некоторого объекта, а потом по этой модели создает физический объект или выполняет операцию. Разновидность этой технологии применяемая в кино Motion Capture, когда на тело человека сначала наносят специальные метки, компьютер захватывает по ним движение, а затем на его основе создает виртуального персонажа, хоть инопланетянина, хоть дракона. Еще это используют стоматологии, например, для изготовления зубных имплантов. Ну и STAR делает нечто похожее. На живую ткань устанавливают метки, их положение отслеживают инфракрасные камеры, которые видят метки сквозь мышцы, кровь и кости. И на основе этих меток робот совершает движение. Здесь хирург не ведет робота за ручку, зато требуется серьезная предоперационная подготовка. Роботу все надо предварительно показать и объяснить, предоставить очень точную цифровую модель будущей операции. Правда, STAR еще не вышел за пределы научной лаборатории, зато его коллега Рободок на основе CAD CAM технологии уже вполне себе используется в медицине. Помните, я говорил, по скреби робота-хирурга, найдешь промышленный резак? Так вот, Рободок – это усовершенствованный фрезер. На конце его робо-руки закреплена режущая головка с шестиосевым датчиком давления и системой подачи воды для охлаждения и удаления пыли. В роли хирурга робот делает то же самое, что любой фрезер – обтачивает. Только в данном случае не железные шестеренки, а кости человеческого колена. Рободок – это специализированная роботизированная станция, помогающая хирургам ставить протез коленного сустава. Суть примерно та же, что при биопсии мозга с помощью Puma 200. Человека вводят в наркоз, надежно фиксируют ему колено, делают на нем разрез, обнажая кость. На нее предварительно наносят специальную разметку – своего рода контрольные точки. Раньше это были титановые штифты, но теперь обходятся естественными буграми кости. Сопоставляя эти координаты с предварительно сделанными КТ-снимками, робот фрезерует кость так, чтобы на нее затем можно было максимально плотно и удобно установить керамический протез. Потеря кости при этом ощутимо меньше, чем при операциях, выполняемых людьми. Выгода налицо. И хирург в процессе не участвует. Робот все делает сам. Кстати, рободок тоже может своего рода чувствовать. В него встроен датчик силы, приложенный к инструменту. Так что робот умеет сам наводиться на цель, контролировать нажим и менять скорость подачи фрезы. Теперь только в США ежегодно выполняется более 700 тысяч процедур с помощью рободока. А инженеры уже создали несколько аналогичных систем, например, Акробот, Мако Рио и Невио. Эти роботы сами ориентируются в пространстве с помощью 3D-камер, электромагнитных трекеров и прочих методов. И все же это тоже нельзя назвать полной автономностью. Ведь робот по сути просто сравнивает то, что видит в физическом мире, с предварительно сделанным эталонным изображением и подгоняет реальность под эталон. Для этого машина выполняет сложные математические преобразования, поэтому CAD-CAM технологии требуют больших вычислительных мощностей. При этом они строго специализированы. Рободок умеет только обтачивать кости. И все. В общем, в каком-то смысле роботы не захватили медицину, просто потому, что мы до сих пор находимся лишь в самом начале пути. Медицинская робототехника сейчас похожа на дизайн мобильных телефонов в начале нулевых. Может, когда-то все системы придут к одному и тому же дизайну, как плоский черный кирпич у айфона. Но пока что, какие только конфигурации дизайна и функции не предлагают инженеры. У DaVinci вышло уже пять моделей, последние в 2018 году. К 2021 году Intuitive Surgical установила уже 7,5 тысяч роботов разных поколений по всему миру. На основе этой системы появились азиатские аналоги – Revo iMicro и Hands. Роботов пытаются приспособить не только для операций, но и для реабилитации, общения с пациентами, развоза по больнице анализов и медикаментов, проникновение в мельчайшие сосуды и доставку внутрь организма лекарств и множество других задач. В декабре 2019 года FDA разрешила операции с использованием робота Vicarious Surgical. Он еще более ловкий и умелый, чем существующие модели. Вообще, на сегодняшний день роботы совершили уже около 12 миллионов роботических операций. Их могло бы быть больше, если бы роботы могли оперировать сами. Но о таком речи не идет. О полноценно внедренном в машине искусственном интеллекте говорить пока рано. Но если это произойдет, даже тогда робот еще долго будет работать под присмотром людей. Я думаю, что человек все равно будет нужен. Другой вопрос в том, что, конечно, можно фантазировать, что это, возможно, будет не хирург, а это будет инженер с медицинским образованием. Может быть, мы к этому придем. Но все равно машину кто-то должен обучить изначально. И это должен быть человек, который несет определенные знания, компетенции. Наверное, будущее будет за машинным трудом. Действительно. Потому что это даже выгодно. Понимаете, машина не болеет ни ковидом. Машина не хочет в отпуск пойти. Она будет работать 24 часа, столько, сколько вы скажете. Только надо ее обслуживать инженеру. И это действительно выгодно. Но ее надо обучить. И изначально это должен делать человек. И мы не знаем, как пойдет, в конце концов, прогресс. К вам вернулся подкаст «Почему мы еще живы» в студии «Либо-либо». Спасибо вам за обратную связь и вашу любовь. Давайте поддерживать друг друга в эти сложные времена. Мы сделали этот эпизод вместе с автором сценария Евгении Щербиной, редактором Семеном Шишениным, медицинским редактором Нигиной Бегмуродовой, продюсерами Машей Агличевой, Лика Кремер и Ксении Красильниковой, звукорежиссером Алексеем Воробьевым и композитором Кирой Вайнштейн. Музыку и звуки для этого подкаста мы берем из библиотеки Blue Dot Session. Меня зовут Федор Катасонов. Слушайте нас во всех приложениях для подкастов и не забывайте оставлять оценки и отзывы. Пока. Привет, это Ксения Красильникова и Маша Корночула. У нас есть маленькие сыновья и психические расстройства. Главное не перепутать. Мы постоянно ищем правильные способы быть матерями и не находим. И оказывается, мы такие не одни. Хорошо ты себя чувствуешь, плохо. Это не важно. Меня никто не поддерживал, кроме мужа, вообще. У тебя ребенок маленький, он будет постоянно в соплях. Кто тебя возьмет на работу? Это «Никакого правильно». Подкаст студии «Либо-либо». Чем мы ближе, да, тем сильнее чувства. Никаких невыполнимых стандартов. Никаких женских предназначений. Никакого «Правильно». Слушайте везде, где есть подкасты. Вообще-то это полный пи***ц. Мне такое в школе не рассказывали. Фу! Вот и все, вот и все.